МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Покажем оглашение приговора предполагаемым любовникам. Подсудимая показала, что преступление совершили не они, а человек со злыми глазами и черными волосами. Они обвинялись в жестоком убийстве знакомого женщины. И пенсионер рассказал о допросе, как убивал людей из-за места для парковки своей машины. А женщина какой-то побежала. Тоже ел в беду. Девушка подошла, тупилась в меня. Но я ножок не пускал. Это и не только прямо сейчас. Парковка завершилась неудачей. Водитель Hyundai i40 на улице Зина решила припарковать свой автомобиль. Но вместо этого лишила возможности передвигаться своим ходом другую стоящую рядом машину. Владелец внедорожника BMW, который и пострадал при попытке парковки, был сильно опечален, увидев свою машину совсем не в том виде, в котором оставлял. Лина Зинатулина выяснила, как же так могло случиться. Колесо, крыло, бампер. Водитель BMW был сильно удивлен и расстроен, увидев свой автомобиль. Мужчина рассказал, что ненадолго оставил машину и ушел по делам. Когда вернулся, иномарка была уже разбита. Как уверен, автомобилист без эвакуатора она уже никуда не уедет. Просто я не уверен, что машина на ходу, удар был в колесо, и поэтому мы никуда от судя не едем, ни схемы, ничего не составляем. Говорит, что вторая участница аварии свою вину полностью признала. Женщина пыталась припарковаться, однако маневр ей явно не удался. Кто-то здесь, видимо, посигналил, испугал, либо отвлек, и в результате чего она не обратила внимания на правую сторону. И вот так вот это делали. Споров по поводу виновника происшествия у водителей не возникло, и они остались дожидаться сотрудников автоинспекции для оформления всех документов. Лина Зинатольная, Ратнозипов, Адель Мулахметов, Вызов 112. Крупное ДТП произошло в районе 3 часов ночи в Алексеевском районе. На 90-м километре трассы Казани-Рембург столкнулись «Ладо-14» модели и «КамАЗ». По предварительной версии, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и боковой интервал, в результате чего он столкнулся с «КамАЗом», ехавшим по встречной полосе. От удара многотоника прокинулся на бок, тогда как легковушка превратилась в груду искореженного металла. Несмотря на серьезные повреждения, никто из участников аварии не получил серьезных травм. Лишь у 27-летнего пассажира отечественного автомобиля медики диагностировали ушиб голени. Столкновение нескольких автомобилей вызвало серьезный затор сегодня днем на проспекте Победы. Машины перегородили едва ли не всю проезжую часть. При этом на дорогу из одной машины стало вытекать топливо. Как отмечают участники аварии, виной всему стал водитель «Газели», который мало того, что спровоцировал столкновение, так еще и скрылся с места происшествия. Подробности расскажет Рамиль Шайдулин. У меня некуда уходить, я так уходил, заделал. Уйти от столкновения водитель грузовика, признается, уже никак не мог, хоть и пытался. По его версии, аварию спровоцировал водитель «Газели», который двигался в крайнем левом ряду. Я ни к чему не знаю, по какой причине «Газели» вообще начал маневрировать, такие движения делался. То есть она начала резко поворачиваться? Резко, да, резко. В край, вправо. Задевает. «Пежо», «Пежо» по инерции уходит, как бы от удара, наверное, сливает этот «Логан». В результате удара больше всего досталось автомобилю «Рено Логан». У иномарки смята как левая, так и правая часть в разных местах. Кроме того, пассажирки хотели вызвать скорую помощь. Водитель «Газели» сразу после столкновения скрылся. Запомнить его номера никто не успел. Учитывая, что касание с ним все же было, автомобилист считается участником аварии. В случае, если его найдут и слова очевидцев подтвердятся, мужчину с высокой вероятностью лишат водительских прав. Рамиль Шайдулин, Айрад Назибов, Константин Бушуев. Вызов 112. Четыре автомобиля столкнулись сегодня днем на улице Правобулачная. ДТП произошло по принципу домино. По предварительной версии, автомобили стали останавливаться перед перекрестком, тогда как водитель «Киа», едущий позади, такого не ожидал. Водитель начал перестраиваться направо, но от столкновения уйти он уже не смог. Тропки-то не было, тут свободно все будет. Начали останавливаться, практически остановились. Сзади удар, нас отбросили вперед, а вот вперед, ну и Матальянов, как и справа. Верховный суд Татарстана сегодня огласил приговор мужчине и женщине, обвиняемым в убийстве третьего лишнего. Предполагаемых любовников, 43-летней Юлию Черемухину и 48-летнего Сергея Суворова, подозревали в убийстве 52-летнего мужчины. Следствие считает, что подсудимые после совместного застолья нанесли ему около 40 ножевых ранений и добили ударом по голове, тогда как защита заявляет о полной невиновности обоих. Из зала суда репортаж Айрата Назипова. По версии обвинения, преступление произошло вечером 7 декабря минувшего года. В тот день к квартиру обвиняемой пришел ей предполагаемый любовник Сергей Суворов. Там же находился и Ильдус Каримов. Встреча быстро переросла в застолье, в процессе которого между мужчинами возник конфликт на почве ревности. Как полагает обвиняемый, подсудимый схватил нож и напал на потерпевшего. Позже на теле его жертвы эксперты насчитали больше 40 колотых ранений. Некоторые из них, уверенные следователи, нанесла Черемухина. Несмотря на полученные ранения, мужчина все еще подавал признаки жизни. Тогда Суворов, вооружившись неустановленным предметом, нанес еще несколько десятков ударов по различным частям тела. После этого любовники вытащили тело на лестничную площадку, а сами ушли к Суворову продолжать распиваться определенные напитки. Процесс по этому делу стартовал 12 апреля, и уже сегодня суд начал выносить приговор. Перед его оглашением обвиняемым предоставили последнее слово. На последнем слове никто из посудимых в свою вину так и не признал. Юлия Черемухина заявила, что оговорила себя на предварительном следствии, так как Сергей Суворов также уповал на ее противоречивые заявления. Этой же позицией придерживались их адвокаты. Как уверены стороны, сторона защиты убийства Льдуса Каримова дело рук совсем другого человека. Об этом говорила и сама Черемухина. Когда мой Суворов уснул, пришел некто третий человек, который вступил в конфликт с погибшим и нанес ему ножевые ранения, после чего ушел. Эту версию не проверялось. Там есть следы ДНК третьего человека на месте происшествия, есть следы обуви, принадлежащие третьему человеку. Здесь в судебном заседании она рассказала то, как было, все происходило на самом деле. Считаю, что ее вина не доказана материнами дел и вынесение какого-то обвинительного решения по делу с учетом только ее признательных показаний будет не соответствовать закону. Представитель государственного обвинения имел совсем другой взгляд на эту ситуацию. В суде подсудимое показало, что преступление совершили не они, а человек со злыми глазами и черными волосами. Как вы слышали, в приговоре неизвестный мужчина появился только в суде, только в показаниях подсудимой. И ничем его существование не установлено. Наоборот, опровергается даже. И совокупностью доказательств по делу опровергается его существование. Выслушав мнение всех сторон, суд признал подсудимых виновными. Сергею Суворову назначен наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А Юлия Черемихиной 10 лет в колонии общего режима. Стороны могут обжаловать приговор в течение 10 суток. Айрат Назив, Константин Буршуев, вызов 112. Убил двух человек из-за места для парковки своей машины. Страшное преступление произошло в поселке Васильево в последний день апреля. Погибшая соседка подозреваемого и молодой человек ее дочери. 62-летнему мужчину задержали в тот же день. Альбина Минибаева посмотрела съемку его допроса и не услышала ни слова сожаления. 7 часов после убийства двух человек. Подозреваемый совершенно спокоен. Находиться в кабинете следователя ему не впервой. Наличь судимости? Пограшено много. 62-летний Наиль Исанов, сосед убитой 47-летней женщины. Второй погибший, 27-летний друг ее дочери. Тот день, 30 апреля, подозреваемый помнит хорошо. Говорит, соседка попросила убрать машину. Они спилили яблоню и хотели вытащить дерево. Два припаркованных соседских автомобиля явно мешали. Мужчина, говорит, дождался, когда соседи все уберут и решил вернуть машину на место удобной парковки. Женщина чужой машине у своего дома была явно не рада и стала преграждать ему дорогу. Когда я взял нож, цепнул его, ударил его, я не помню. Все, смутно идет. Потом пармич какой-то побежал, тоже я его ударил. Потом девушка подошла, цепилась в меня. Ну, я ножом не пускал, выдавил мне сразу кулаком и все, в машину уехал. Куда бил ножом людей и сколько раз не помнит, зато уверен, что орудие преступления положил на пассажирское сиденье. Досконально может описать и сам клинок. Терочинник на пушке. Возмер лезли где-то метров 10. По пути позвонил бывшей жене. Она и убедила его вернуться на место происшествия. Но мужчина, как рассказал на допросе, остановился у магазина в сотне метров от дома и пил, пока его не задержали. Судом походаться на следователь отношения мужчины избранной мероприятия в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Каких-либо сожалений подозреваемый не выражал и об угрызении совести не заикался. Единственное, что его беспокоило, так это отсутствие ботинок у него самого. Говорит, некомфортно. Вам сейчас привезу. Ну, да. Время. Альбина Минебаева, вызов 112. Прага-10 ушла под воду. Судно с таким названием частично затонуло в Чистопольском судостроительно-судоремонтном заводе. Как сообщает МЧС, авария на земснаряде произошла во время его ремонта. По предварительной версии, хлопок паровоздушной смеси произошел в машинном отделении. Из-за него в левом борту судна образовалась трехметровая пробоина. В итоге корму затопило на 6 метров, а в воду вылилось около 200 литров топлива. В Алькеевском районе загорелся самолет Ан-2. Сообщение о происшествии поступило на единую диспетчерскую службу 112 в районе 7 часов утра. Как оказалось, воздушное судно вспыхнуло в поле вблизи населенного пункта Средняя Алькеева. К моменту приезда пожарных летчик успел справиться с огнем своими силами. По предварительной версии, огонь начал распространяться в моторном отсеке, что стало причиной сейчас устанавливать дознаватели. Известно, что самолет выполнял полеты по распылению сухих удобрений. В момент возгорания удобрения не были загружены. Никто не пострадал. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.